Я Сергей Никольский, я рассказываю о голландской живописи Золотого века, и это первое видео про иконологию. То есть не о самой живописи, а как иногда её истолковывают. Вероятно, каждый, кто хоть немного слышал или читал про старых мастеров, встречался с объяснениями, а что на самом деле говорит нам картина. Мол, то, что мы видим, это не суть, а вот суть, и вот дальше идёт как раз такое разгадывание загадок. Иконология утверждает, что каждая картина полна загадок и скрытых посланий, и что когда мы видим натюрморт с лимоном, то на самом деле это не натюрморт с лимоном. Это закодированное послание о крестных муках Иисуса Христа, где лимон символизирует самого Иисуса Христа, потому что у лимона кислый вкус, а вот Христу на кресте тоже было не сладко. Я это не выдумывал, я на самом деле это слышал. Ну или ещё говорят, что когда голландец ходил в комнату и видел этот наш натюрморт с завтраком или какой-то другой натюрморт, он был рад призадуматься, что впереди его ждёт старость, а потом смерть, а потом страшный суд. Мне всегда подобный подход к живописи казался полной ерундой, но одно дело, когда кажется, а другое дело, когда начинаешь с этим разбираться. И вот здесь я постараюсь с этим разобраться, конечно же, не со всей символикой, а всего с одним примером, но для того, чтобы представить этот научный метод, мне хватит всего лишь одного примера, потому что поиски смыслов всегда строятся по одной и той же схеме. Я покажу, что поиск тайнописи – это, в общем-то, почти всегда ерунда. Заметьте, тут слово «почти», почти всегда ерунда. На самом деле всё это мода, которой серьёзные специалисты по истории искусств сейчас не следуют, но, увы, журналисты или люди, которые далеки от истории искусств, например, филологи или историки, до сих пор воспринимают всё это всерьёз. Но, кроме того, унылые искусствоведы тоже послушно следуют схемам, которые уже отжили. Хочу предупредить, что я тут со многими учёными и книгами не соглашаюсь, но и со мной вполне можно не соглашаться. По идее, все всегда сами, сами должны решать, кто прав, а кто нет. Итак, сначала учёное слово «эконология». Что это такое? «Эконология» – это расшифровка смысла каждого изображения. Это не описание сюжета и деталей. Сюжет и деталей – это иконография, про которую было в прошлом видео. А «Эконология» – это как раз смысл картины, который якобы от нас сейчас скрыт. В прошлом он был всем очевиден и всем понятен. На определённом этапе развития человечества почему-то, неожиданно, он был сразу утерян без следа. И вот, наконец, усилиями учёных он восстановлен. Ура! Слава учёным! Среди историков искусства это мнение начало укрепляться во начале 20-го столетия. Они решили, что любая картина, любая, на самом деле это не картина, а некое зашифрованное послание, что каждый мастер, допустим, натюрмортов, изображая фрукты или цветы с бабочками и с трикозами, писал не столько фрукты и цветы, а при помощи образов он учил публику жить, обличал грех. Зрители должны были печалиться о кратковременности жизни. И ещё художник призывал всех кругом немедленно покаяться. И приверженцы этого научного направления утверждали, что в каждой картине, в пейзаже, в портрете упаковано 10 смыслов. Знай только, сиди их и разгадывай. И этот анекдотический вопрос, а что этим нам хотел сказать художник, вдруг стал реальностью и вдруг вошёл в научный обиход. Хотя я-то думаю, что этот вопрос как раз явился отзвуком, эхом на работы тех, кто занимался иконологией. Основателями иконологии, то есть той области истории искусств, где выясняется истинное значение изображений, были Абе Варбург и его последователь Эрвин Пановский. В середине 20 века это направление стало в искусствоведении едва ли не основным, а в голландском искусствоведении пик этой моды пришёлся на 70-е годы 20 века. Про скрытую суть каждой картины нужно было говорить в любой научной статье, в любой книге, хочешь ты этого или нет. Иногда читаешь такой текст и буквально видишь кислую физиономию автора, которого заставляют вставлять разгадки всех этих ребусов и шарадов. Это очень похоже на то, как Маркса, Энгельса, Ленина должны были цитировать в любой гуманитарной литературе в советское время в России. Ещё это похоже на то, как сейчас о чудовищной судьбе чернокожих рабов надо говорить в американской науке, там где это к месту и там где это вовсе не к месту. Просто это обязательно для учёного, который хочет сделать карьеру, чтобы его не выгнали. Итак, иконология. К концу 20-го и началу 21-го века цель науки, а иными словами, мода, да, в науке тоже есть мода, поменялась. И с учением Пановского перестали, в общем-то, соглашаться. Иконология сходит на нет. К сожалению, сходит на нет медленно. Чаще, правда, учёные не спорят между собой, а они просто про тайный смысл того, что мы видим на картине, не упоминают, вежливо не упоминают. И теперь, когда описывают натюрморт с лимоном, то описывают завтрак с лимоном, а про крестные муки молчат. Для того, чтобы сделать карьеру, для молодых учёных это не обязательно. Однако. Однако разгадка ребусов из научной литературы всё же никуда не делась, потому что большая часть книг и статей середины 20-го века, важнейшая часть научной литературы, используют иконологию. Ну вот, например, книга Боба Хака. Главная книга по истории голландской живописи. Это настоящий канон голландского искусства, где упоминается несколько сот художников, и любой человек, который эту книгу использует, а эту книгу использует очень много народу, сталкивается с тем, как Боб Хак разгадывает все эти тайны, которые мы видим на картинах голландских художников. Причём, что интересно, что сам Боб Хак, он не был большим фанатом этого направления, но, однако, книга издана в 70-е годы, и без этого было просто невозможно. Все эти поиски секретов чисты на музейных табличках, потому что музеи – это большая организация, а большие конторы, они медлительны и реакционны, так что всё это ещё там осталось. Кроме того, старая гвардия искусствоведов ещё не вся ушла на пенсию, а тем более не ушли на пенсию их ученики, которые должны были в своих докторатах говорить про поиски смысла. Учёные в других областях – это историки, философы, филологи. Новая тенденция в искусствоведении до них доходит лет через 50, поэтому они всё ещё там, они всё ещё в прошлом, они всё ещё говорят про скрытые смыслы. Популярна эта тема у журналистов, я не знаю почему, но, вероятно, потому что многие журналисты на самом деле живописью не интересуются и берут что-то готовое из Википедии или ещё откуда-то, а там как раз про символы говорится много. И вообще расшифровка символов стала настолько рутинной, что иногда даже её не замечаешь. Она занимает какую-то клеточку в сознании, ставится там галочка, и любитель искусства идёт дальше смотреть на картины. Поэтому, когда вам говорят, в то далёкое время ирис считался связанным с, и дальше говорят, с чем он был связан, или же ещё в 17 веке глиняные трубки на картинах часто использовались художниками для того, чтобы показать, или туз червей на полу означает, или выбор фруктов на картине не случайен. И вот если вы с этими фразами не начинаете спорить, а зачем с ними спорить? Так вот, если вы не начали с ними спорить, то знайте, что вас уже обманули, вы приняли чужое мнение про живопись, а своё мнение утратили. Как я говорил в прошлом видео, даже то, что мы видим на полотне, не вполне нам понятно. Примером, та же самая еврейская невеста, которая уже давно не еврейская невеста. Так что же говорить про скрытый смысл, про который вообще неизвестно, был он там или нет? Вполне может оказаться, что длинные глиняные трубки вообще ничего не символизируют, а художник просто захотел нам показать мужиков, которые курят. Или если солдаты пьют горькую, а рядом бутылки, то это вовсе не значит, что бутылки тут символизируют фаллос. Почему-то у тех, кто ищет скрытые смыслы, очень часто все продолговатые предметы на голландских картинах обозначают мужской половой орган. Мне все же кажется, что когда художник показывает офицеров и солдат, которые пьют вино, то он показывает нам пьяниц, а не что-то другое. Или когда нам показывают фрукты на картине, которые там якобы не случайно, то эта не случайность может проистекать из того, что художник использовал для модели какие-то старые зарисовки или вообще чужие гравюры, которые у него были. И поэтому набор фруктов и был этим определён. Или же, что туз червей на полу ничего не символизирует, потому что на самом деле это туз пик. Да, был такой смешной случай, когда учёный начал истолковывать картину, а на картину на саму не посмотрел. Но об этом я расскажу в следующем видео. При всём моём неприятии иконологии надо признать, что иногда, когда смотришь на картину, то вдруг непонятно, а почему так. И вот тут как раз иконология, по идее, и должна помочь. Для первого примера я выбрал символическое значение черешни, потому что столкнулся с одной картиной, зацепился за описание её на сайте музея. Мне стало странно, как-то не логично, глупо. И я начал читать дальше про черешню, смотреть на другие картины. И в результате свернул в эту сторону, решил проверить все эти символы и значения этой ягоды и проверил. Но сначала сама картина. Картина не вполне голландская и не 17 века. Она исполнена в Южных Нидерландах Яном Ван Хемесеном и написана в 1540 году. Но так как в научной литературе разговоры о символах, тайных смыслах и интерпретациях ни одной Голландии ограничиваются, не привязаны к какому-то определенному периоду, а считаются абсолютно универсальными, одинаково работающими повсюду, и в Швеции, и в Греции, и в 14 веке, и в 18 веке, то, мне кажется, пример начальный вполне уместен. Итак, подписи на панели нет. До 1935 года автором считался Питер Артсон. А картина, судя по всему, обрезана. И есть еще две ее копии худшего качества. Итак, что тут изображено? Ответ неочевиден. В прошлом картина и ее копия назывались по-разному. То есть не только мне было непонятно, а что же тут такое. Вы видите, что картина называется «Плачущая невеста», но первые названия были вообще без упоминания брака. А названия были такими. Молодость и старость. Три возраста человека. Демокрит и Гераклит, смеющийся и плачущий философ. Пьяная старуха. Ну, научные учреждения, они любят бесконфликтное название, и на сайте РКД, в большом каталоге онлайн голландского искусства, картина называется «Плачущая женщина в венке из черешин, сопровождаемая стариком и молодым человеком». Смотрите, тут тоже в названии нет никакой невесты. И что тут вообще происходит? На первый взгляд непонятно. Кто эти люди? Отчего рваное платье? Зачем черешни? Почему сопля? И для чего совать ночной горшок в лицо женщине? Судя по всему, это ночной горшок. Почему плачет невеста? И вот тут небольшое замечание. Тот, кто не удивился моему последнему вопросу, почему плачет невеста, дал поймать себя в ловушку. Всегда надо спрашивать, а почему невеста? А почему музейная табличка рядом с картиной утверждает то или другое? Это всегда не истина в последней инстанции. Я призываю всех быть насторожи и не поддаваться, и самостоятельно задавать вопросы, а не повторять их. Но сначала я приведу объяснение и столкование картины, которую дали чешские кураторы из Пражского музея. Это сатира на повсеместно распространенные в Голландии и Фландрии изображения молодоженов перед брачной ночью. Слезы тут потому, что невеста боится брачной ночи. Замужество здесь символизирует ночной горшок, который в Голландии 17 века использовали люди, находящиеся в браке. Порванное платье обозначает страх потери невинности. Черешни же, символизирующие красоток, в обычных инородных песнях того времени, представляет собой насмешку над видом невесты и ее невинностью. Как видим в картине «Символы и символами». Но меня тут многое смущает. Например, ночной горшок, который в 17 веке использовали люди, находящиеся в браке. А если они не находились в браке, они что, горшок не использовали? Вообще, факты в этом описании, они несколько раз подтасованы. Я упомяну только одно. Пишется о многочисленных изображениях молодоженов перед свадьбой, которые были в 16 веке. На самом деле, такие изображения появились только после этой картины. До того их не было. Абсолютно не было многочисленных изображений молодоженов перед свадьбой. А вот уже после этой картины начали делать юмористические сатирические гравюры и писать живопись. Но на этих гравюрах невеста не совсем как у Ван Хемесена, а по-другому. У невесты всегда бумажная корона, а вдобавок к горшку там всегда подсвечник. Всегда-всегда. Иногда там невеста плачет, а иногда радостно смеется. Так что кто на нашей картине, не совсем понятно. И вообще у этой картины есть разные интерпретации. В середине, в центре, ну, скорее всего, невеста. А вот кто по сторонам? Тут говорят, что старик – это ее жених. А иногда говорят, что старик – это ее отец. Невинна невеста или нет, до сих пор спорят. Ни у кого нет ни малейшего понятия, и каждый лепит что-то свое. Да ну вернемся к черешням. Это видео про черешню. Никаких красоток черешенок, в русском это будут красотки вишенки, в народных песнях того времени нет. Нету красоток черешенок и в обычаях того времени. Ну, скажу так, я их ни в какой литературе не встречал. Никаких ссылок ученые не приводят. А если нету ссылок, то на нету суда нет. Значит, нету и красоток. Красотки черешенки, в общем-то, появляются. Но в девятнадцатом, в конце девятнадцатого, в начале двадцатого века. Выражение тупо-почери – это выражение конца девятнадцатого века и не совсем голландское. Надо еще сказать, что современные голландские объяснения, а что это такое и почему тут черешни, настаивают, что это черешни перезрелые и показывают перезрелость невесты. Кстати, я не понимаю, почему черешни перезрелые, они просто красные, какими и должны быть. Откуда это взялось, тоже непонятно. Ну ладно, невеста перезрелая. Но что тогда обозначают цветы на голове той же самой перезрелой невесты на копии этой картины? Цветы совсем не перезрелые, не высохшие, а вполне свежие и красивые. И вот эту копию в объяснении того, что происходит на картине, почему-то не включают. Вообще, нидерландские невесты почти всегда в бумажной короне. Такими они изображены у Брейгеля и у других. А здесь корона нет. Так что черешням нет внятного объяснения. Но даже если бы о ночном горшке и черешнях не писали явную чушь, я бы не стал счастливее. На самом деле это просто дань моде, как я сказал, музея, а не медлительны. То есть если бы тут не было ночного горшка, который запрещено использовать незамужним, то я бы и не стал разбираться с этой картиной. Картина из Праги служит хорошим примером того, как объяснение живописи почиталось и, увы, иногда почитается необходимостью. Как расшифровки всех этих сомнительных загадок могут вовсе не опираться на источники. Просто с середины 20 века отсутствие интерпретации считалось самым большим грехом искусствоведа. А я здесь вижу лишь то, что этих ученых и кураторов сама живопись, в общем-то, не очень интересует. Итак, после этой картины я решил посмотреть на другие картины с черешнями. И тут мое внимание обратили на себя детские портреты. Там почему-то черешни очень много. Часто-часто она встречается. Самое разное. Отдельные ягоды, черешня в корзинках, дети держат веточку с черешней. Все, что хотите. Картин, вероятно, больше сотни. И я подумал, о, материала много. Уж, наверное, тут можно понять, в чем тут дело. Есть ли у черешни какое-то символическое значение или нет. Но сначала поглядим на картины. Черешня вообще встречается с 16 по 19 век. И там много или очень маленьких, или просто маленьких мальчиков и девочек с этими ягодами. Это первая картина. Это картина Яна Госсарта. Это дети датского короля Кристиана II. 1526 год. Начало 16 века. И не просто какие-то дети бюргеров. Нет, это дети королевской крови. Самое верх общества. Следующая картина. Это конец 16 века. Называется «Шестилетняя девочка». Худорник Ян Класс. Дальше идет начало 17 века. Как звали девочку, мы знаем. Анна Ван Компа. А вот кто художник, художник неизвестен. Конец 17 века. Художник Баренград. Девочка с черешнями. И вот подобных портретов черешни великое множество. И поэтому задать вопрос, а почему тут черешни, кажется, на самом деле естественно. Это не высосанное из пальца. Это законный, легитимный, искусствоведческий вопрос. Значит что-нибудь черешня или нет? Сейчас будет про расплывчатость истолкование. Когда читаешь про символическое значение того и другого, то сначала вопросов никаких не возникает. Потому что там ясно, понятно. Иногда со ссылками на каких-то авторов. И вроде бы все нормально. Но потом начинаешь читать про другое истолкование того же самого предмета у другого автора. Потом начинаешь читать еще одно истолкование. И вдруг возникает какой-то хаос. Потому что каждый ученый истолковывает черешню, собачку, лошадку по-своему. Из литературы мне пригодилась книга, которая как раз про детские портреты. Это книга на основе выставки, которая проходила, и современной нормальной ученой. И вот там масса детей с черешней. Книга вышла в 2000 году. Ну и сразу же начнем про, что черешня означает на самом деле. В одном месте там говорится, что ягоды на картине имеют некоторый религиозный смысл. Некоторые религиозные мне почему-то напомнили, что немножко беременна. Так есть религиозный смысл или нет? Ну ладно, почему религиозный? Потому что черешня – это райские плоды, которые принес на землю Христос ребенок. Объяснение это есть, но нету ссылки, где говорится, когда и как Христос ребенок принес черешню на землю. Потом добавляют еще, что черешни, как в целом все фрукты, означают еще юность и плодовитость. То есть плод означает плодовитость. Окей. Что о точном значении смысла черешин идет дискуссия и нет между учеными согласия. То есть следите за руками. Тут у черешни уже три смысла. Это рай, юность и плодовитость. Ну может быть даже четвертый смысл непонятно, мы не знаем. Опять-таки, никакой ссылки на литературу нет. Ну у нас будут и ссылки, не волнуйтесь. Дальше пишут и опа, новый смысл, что черешня символизирует весну и молодость. Но тут я замечу, что в 17 веке черешня поспевала в конце июня и начале июля, а не весной. Потому что это был холодный век, малый ледниковый период. Так что получается летняя весна или весеннее лето. Дальше еще пишут, что в некоторых картинах черешни изображены не случайно. Но не случайность никак не расшифровывается. И вот это вязкое повествование про символы идет дальше и дальше и дальше. Через пару страниц пишут, что фрукты, а значит и черешня, символизируют детей со времени Библии. Вот наследие от Господа – дети, награды от Него – плод черева. Ну конечно, каждый взглянет на черешню и мгновенно вспомнит этот стих из Псалма 126. И заметьте, это уже пятый смысл, это уже младенчество. Вообще же дальше про Псалмы авторы этого каталога убито молчат. Больше нигде не встречается. Я говорил, что не было источников, а вдруг нам источник привели. Библия, да, авторитетно. Но потом авторы скачут к Плутарху и уже начинают с цитатами из Плутарха объяснять, почему здесь черешня. И так вот, у Плутарха в его влиятельном трактате о воспитании детей говорится про фруктовые деревья, про окучивание и заботу о них. А черешня – это же фрукты. Ну так значит, художники, конечно, имели в виду Плутарха. Ну не без этого. Да, у Плутарха он, кстати, много чего написал. Воспитание детей сравнивается с уходом за деревьями. Один раз во всем Плутархе. Кажется, это никак не связано с тем, почему художники пишут черешню на детских портретах. Нет, авторы объясняют, мол, апеллируя к авторитету знаменитого грека, художники призывают родителей заботиться о своих детях. Ну, конечно, если бы не Плутарха, вообще если бы не эти картины, то все голландские дети были бы беспризорниками. Вообще Плутарх оказался для авторов этого каталога золотой жилой, потому что там же есть не только дети с черешней, там еще и есть дети с лошадкой. И вот авторы говорят, что хорошо объезженная лошадь, она символизирует хорошо воспитанного ребеночка. Дальше, дальше собачка. Опять-таки ссылка на Плутарха и хорошо воспитанных мальчика или девочку символизирует хорошо выдрессированная собачка. Через несколько страниц образование символизирует попугай. Но тут автор пугается, пугается собственной категоричности. И пишет, что попугай персонифицирует еще и восприимчивость. А изображение собаки часто вообще ничего не значит, хотя иногда тоже символизирует восприимчивость. Отмечу, что в других книгах по голландскому искусству попугая и собачки они символизируют что-то совсем другое, не как в этой. И тут я должен оправдаться, почему я привожу все эти цитаты из одной книги, все эти примеры из одной книги. Мало ли есть плохих книг, давайте цитировать только хорошие. А дело в том, что про черешни, в общем-то, говорится не очень много. Голландское искусство большое, там много тем. Если бы темой моей были зеркала, их символическое значение, то я бы цитировал какую-то тоже одну или две книги, не больше. И там была бы точно такая же ерунда, уверяю вас. А зачем вообще спорить, зачем про это говорить? А дело в том, что про символическое значение я встречаю там и здесь постоянно и мне мешает. Если не освободить рассказ про голландское искусство ото всех этих плевел, то ерунда нам будет мешать постоянно. И еще. Мне кажется, что как раз иконология и подвела фундамент под современное искусство, под все эти каракули. Сейчас художник должен объяснить, что он имел в виду, почему он сделал так, а о качестве живописи ему можно и не заботиться. Вот они и не заботятся. И мне жаль, потому что я живопись люблю. Законен ли вопрос про черешню? Сначала мне показалось, что он законен. Но я переключился на этих собачек и лошадок не случайно. Потому что на детских портретах, кроме черешни, бывают другие фрукты, погремушки, веера, книги, клюшки для колфа, это такая голландская игра с мячиком, перчатки, шарфики, дорогие украшения, цветы, куклы. А что если кукла, это тоже значит что-то, это тоже что-то символическое. Если черешня полна символов, то может быть и куклы тоже. Может быть, когда ваш ребенок играет с куклами, он что-то имеет в виду. Рядом с детьми на портретах резвятся и обитают собачки, птички, лошадки, лошади и целые козлы. И ведь все это тоже пытаются расшифровать и разгадать. А иногда на этих картинах дети стоят без ягод, без собачек и без делушек, а просто так стоят пустые и скучные. А еще их иногда изображают в виде пастушков и пастушек. Бывают дети-охотники, дети-воины, дети-античные герои. Их те не бывают в соответственных костюмах и с правильными атрибутами. Да, бывают портреты с умершими детьми, а не только живыми. В голландской живописи 17 века бывают еще женщины с черешнями. Да, те самые красотки черешенки, по утверждению пражских кураторов. А бывают веселящиеся компании у стола с черешней. А еще мужчины. Мужчины не попадают под определение красоток. А еще бывают кавалеры, которые угощают своих барышень черешней. Впрочем, детей с этими ягодами гораздо больше. Но тут вот что интересно. Черешня оказывается не чем-то особенным, из ряда вон выходящим. Она оказывается частью большого мира, который всех нас окружает. Так что, может быть, черешню художник отобразил, потому что из сада принятили черешню. И вообще, почему утыкаться и бодаться с символами? Почему не решать, где вишня, а где черешня? Где крик, где мурель, где керс? Это голландские слова про вишню и черешню. И можно еще, например, рассуждать про черешню ботанически говорить, какие сады черешневые были в то время, искать архивные документы, кто владел сколькими деревьями и так далее, какая была цена на эту ягоду. Почему обязательно символы? Ну, еще есть другие возможности объяснить, почему черешня. Художники могли это изображать бездумно, просто копировать, что было привычно. В прошлом видео я говорил, как копировали иконографию с апостолом Филиппом и крещением Евнуха. Так может быть, здесь было точно то же самое. Кто-то когда-то написал «Ребенка с черешней», потом кто-то это скопировал и пошло, и покатилось. Вполне может быть, но вот, например, картина. Тут уже вряд ли есть какой-то символизм. Это начало 19 века, сделанное английским непрофессиональным художником. Так что он тоже помнил Плутарха. Черешня могла быть любимым детским лакомством, а шоколадных конфет тогда еще не изобрели. Да, трудно в это поверить, но тогда еще их не было. Если были дети с куклами, с игрушками, то почему бы не писать детей с их вожделенной сладостью? Вполне могло быть. Когда на современной фотографии ребенок будет с леденцовым петушком на палочке, что там тоже есть какой-то символизм. Нет, просто ребенок с петушком на палочке. И все. И вот рисунок Армина Терборха, брата Герарда. И как мне думается, он не символичен. Это такой простой набросок. Там жанровая сценка, беда всякого морального посыла и зашифрованности. Старший ребенок дает черешню младшему. Я думаю, что это как раз и объяснение. Это детское лакомство. Про ссылки на источники. Когда пишутся научные тексты, то там всегда есть какие-то ссылки. И в общем-то, думая, что они верны. А вот не всегда. В каталоге «Прайден Джой», которую я тут цитировал, его автор, Жан-Батист Бедо, сделал немало ошибок. Однако не страшно. Все делают ошибки. Я о другом. Меня не устраивает сам подход всех этих цитирований Плутарха. Доказательства должны быть другими. То есть, что меня бы устроило? Меня бы устроило, что если бы художник писал бы, я не знаю, брату своему, сестре своей, заказчику, что вот я прочитал Плутарха и пелена с глаз спала. Теперь я понимаю, как писать детей, как правильно писать детей. Да, меня бы это устроило. Но не письмо, пусть дневник, пусть еще что-то. Ничего подобного нет. И вообще, как любители символических истолкований представляют себе работу художника во Флоренции, в Венеции, в Германии, в Англии, во Франции, что везде художники ринулись читать Плутарха и решили воспользоваться им как главным руководством для создания своих картин. И только заучив его, проинтерпретировав, они возвращались в свои мастерские и начинали писать черешню и ушастого пёсика. А все эти мельники и торговцы, которые у них покупали картины, тоже с Плутархом не расставались и наизусть помнили его и смыслы сразу же считывали. И это было везде. Да, и в Венеции, и в Антверконе, в Амстердаме, и пёсики, собачки ни в каких других книгах не упоминались, если эти мельники другие книги читали, и все они значили только, только важность образования. И это было как раз то, что торговцы с селёдкой искали в живописи, в портретах своих детей. Ведь именно это и означает фраза, что воспитанных детей символизирует хорошо выдрессированная собака. И вообще авторы каталога никак с учёными цитатами не закончат. Они скачут дальше. Образование символизирует щеглы и все вьюрковые, потому что так писал Плиний Старший в естественной истории. То есть я думаю, что художник хочет цитировать Плутарха, а морали у него нет. Что делать? И тогда он бежит, берёт том Плиния Старшего, ищет, а что там символизирует образование? И находит, наконец, и вставляет это в свою картину. Вообще, что знал художник, это важный вопрос. Например, говорят, что Рембрандт, он читал Метаморфозы на латинском. Рембрандт знал, может быть, знал немецкий. Судя по всему, он больше ничего не знал, хотя он и был записан в латинскую школу, но он латинского не знал. Художники были людьми необразованными. Они шли работать в мастерскую в юном возрасте или не в юном возрасте и с книжками не сидели. Они растирали краски, они подготавливали холсты, они учились писать красками. И ещё я скажу, Европа 17 века, 16 века, 18 века это не какое-то одно универсальное государство. Нет. Венеция – это одно, а Антверпен – это другое. Католики – это одно, а протестанты – это другое. А протестантов много. А есть ещё места, где религия не очень важна. Европа – это огромный мир, и разные его части не похожи одна на другую. И поэтому думать, что символизм был принят везде, и он был абсолютно идентичным, мне кажется, это полная ерунда. Вообще хорошо бы найти какие-то упоминания черешни в голландской литературе, но учёные ищут и находят. Один раз они нашли. Слово «черешня» и слово «дети» один раз, я подчёркиваю, один раз, стоят рядом в стихе у якоба Катца, голландского поэта 17 века. И никакой, правда, там символики нет, а только ради рифмы. Хруны, Керсон, Ворден, Роуд, Кляйна, Кинтерс, Ворден, Хроуд. Зелёные черешни краснеют, а маленькие дети вырослеют. Огромная символическая связь, не правда ли? Причём Яков Катца написал очень много. И вот дети с черешней у него упоминаются рядом только один раз. И их оттуда вырывают из всех его книжек и вокруг этого начинают водить хоровод. Причём эта строчка ничего не объясняет. Но на основании её учёные говорят, что дети с черешнями как-то связаны. Ну, конечно, связаны. Вон есть сто портретов, где дети изобраны с черешней. Ясно, что есть какая-то связь. Вопрос – какая? В середине XX века думали, что черешня что-то символизирует. Тогда много чего думали. Думали, что грецкий орех символизирует троицу, а зеркало обязательно символизирует бордель. Но литература, посвящённая искусству, или письма, или дневники, или трактаты по искусству, ничего про символизм не говорят. С другой стороны, во всех этих источниках говорится о целях искусства. Но они там совершенно другие. Например, если это портрет, то надо сделать похожее. Например, нужно показать наш голландский пейзаж. Вот как у нас бывают реки, вот как у нас бывают поля, и вот как у нас бывают дамбы. Или же говорят, вот хорошо показывает цветы. Очень красиво, очень похоже. И всё. Никаких символических значений. Ещё от художника требовали показывать эмоции, рассказывать истории, если это сюжетная картина. Нигде символы не упоминались. Однако. Однако толкование символов всё же возникло не совсем на пустом месте. И вот я приведу картину. На портрете кисти Адриана Ханнемана изображён принц-аранский Вильям Третий. И он держит в руках большой, положительный и оранжевый апельсин. И одновременно ногами он подбирает колючий, сорный и несимпатичный чертополох. И понятно, почему тут сладкий апельсин. Оранжевый цвет уранье. Очень созвучен фамилия оранских. Тоже уранье. А чертополох он такой неприятный. Вот юный принц её и топчет. Словом, тут одобрение всего хорошего и борьба со всем плохим. И тут надо сказать, что к большому удобству любителей искусств, чтобы правильно понять значение апельсина на портрете Ханнемана, не надо ни углубляться в специальную эмблематическую литературу, ни обладать каким-то изощрённым эзотерическим чутьём. Изображений столь же понятных, как изображение принца Ронского, немало, много. Например, если мальчик держит книжку в руках, то это хороший мальчик, умный мальчик, будет профессором. В завершении первого видео про символы и иконологию я скажу, символизм в голландских картинах иногда появляется, но это бывает очень редко и в определённых случаях. А обычно, обычно картина это просто картина и ничего больше. Спасибо за внимание, и встретимся во втором видео про символизм. Игорь Негода,